Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Вадим Митренко и в этом видео я расскажу свое личное мнение, почему я выбрал Tiki Broker. Поехали! Начнем, наверное, с того, что те, кто меня не знают, нужно немного рассказать о себе, для того, чтобы сложилось правильное понимание, кто я такой и почему я мог делать определенные выводы насчет этого продукта. Давайте я вкратце поясню. Меня зовут Вадим Митренко, я проживаю в городе Москва, мне 28 лет. Я давно занимаюсь уже заработком благодаря интернету, пробовал себя в сфере сетевого маркетинга, построения сети, пробовал себя также в различных схемах заработка по рекламе и нагону определенного трафика. Ну и, конечно же, как и все, я работал по найму, перебрал порядка 20 разных компаний, где работал в разных специальностях. И также пытался пробовать себя в традиционном бизнесе и, к счастью или к горю, прогорел, но набрался хорошего жизненного опыта. И после этого, как я устал дергаться, так скажем, в сфере сетевого маркетинга, я ушел в подполье. Подпольем я называю то, что я полностью погрузился в спортивные события, начал изучать ставки на спорт. Начинал я с покупки прогнозов, потом с покупки разных стратегий, после этого переходил на разработку определенных стратегий. И после этого я наткнулся на что такое спортивный арбитраж или букмекерская вилка, по-другому, да, в простонародье. И начал пробовать себя там. Буквально, наверное, раза три у меня не получалось. И на четвертой, когда я уже осознанно пришел в эту сферу, я начал действительно серьезно этим заниматься. И занимался я этим очень долго, то бишь, давайте объединим в совокупности опыт в этой сфере порядка пяти лет. И почему я могу делать определенные выводы по поводу тики-брокера? Очень много вопросов люди задают в социальных сетях и спрашивают о том, что, а вы уверены, что тики-брокер, да, действительно занимается спортивным арбитражем, а не просто ширма? Потому что мы знаем, был уже такой проект, который предоставлял возможность там только инвестировать в проект, да, и получать свой процент. Давайте я вам немного поясню. Я человек, выступающий практиком, человек, который всегда торговал вручную. И всегда, прошу заметить, задавался вопросом, почему еще никто до сих пор не придумал автоматизацию этого процесса? В какой-то момент жизни я сам задался этим вопросом и хотел разработать такого рода программное обеспечение, да, и пользоваться самому. То есть, ни с кем не делиться, просто включить, чтобы робот делал за меня эту рутинную работу. Да, она приносит деньги, она приносит хорошие деньги, но все-таки я очень много времени на это трачу. Хотелось бы все-таки освободить свое время и пустить это на автоматику. И когда я услышал о том, что компания Tiki Business спустя полтора года создания сканера, выпускает сканер на рынок. Да, изначально он был сырой, сейчас это гораздо лучший сканер с большим функционалом. Все-таки на нем теперь работать гораздо приятнее, чем ранее. И год я работал вместе с роботом Tiki, совершал также сделки, как и всегда в ручном режиме. И также зарабатывал деньги. Окей. И когда я только узнаю о том, что компания уже подготовила это готовое программное обеспечение, я собственными глазами увидел, как это работает, то есть как робот бежит в конторы, сам совершает сделки, а мне всего лишь приносят отчетность и говорят, смотри, Вадим, я за сегодня совершил такие-то, такие-то сделки, ставил на то-то, на то-то, вот столько денег тебе заработал. Я был повергнут в шок. Человек, который в течение пяти лет такого ни разу не встречал нигде. То есть альтернативы просто нет. Я более чем уверен, что некоторые специалисты, некоторые умники уже давно разработали такое программное обеспечение и сами им пользуются втихую. Но в чем же плюс? Tiki Broker позволяет абсолютно каждому человеку, есть у вас опыт в арбитраже, нет у вас опыта, дает вам возможность, действительно дарит вам такую колоссальную возможность, гарантированно, безрисково зарабатывать на рынке спортивного арбитража, даже не прикасаясь вот своими ручками. За вас все сделает робот. Ведь мы живем в 21 веке и давно пора, чтобы рутинную работу за человека совершал робот. Я всегда придерживался такого понятия и более чем уверен о том, что машины собираются уже машинами. Люди должны создавать, люди должны созидать что-то, а не сидеть сутками и пытаться выжить в этом далеко не легком мире. Поэтому, когда я услышал о том, что компания действительно дает такую возможность, увидел своими глазами, что это действительно уже есть, действительно работает, и услышал о том, что компания дает возможность абсолютно каждому, начиная всего лишь с маленького депозита в 250 долларов, начать автоматически вилковать, я был повергнут в шок. Реальный шок. Потому что такого на рынке нет. И я теперь прекрасно понимаю то, что мне уже не хочется делать это руками. Я могу это делать, я умею это делать, и я буду это делать только тогда, когда мне это необходимо. Но теперь я уверен, что каждый день на протяжении года, а потом и дальнейших лет, я буду получать свой арбитражный бонус внутри личного кабинета. То есть я заболел, я спокоен, роботы работают. Роботы не могут заболеть, им не нужно спать, они работают 24 на 7. И прошу заметить, практики меня сейчас поймут. Роботы сделают гораздо быстрее и гораздо качественнее сделки с большей доходностью, чем даже профессионал с 5-летним опытом за спиной. Ни один человек не сможет двигаться так быстро, как автомобиль. Это факт. Поэтому давайте мы отдадим эти действия роботам, и пусть они совершают безрисковые сделки, качественные, с хорошей доходностью. А мы будем что-то создавать, и будем делиться этой информацией с другими людьми. Поэтому я пришел в Tiki Broker, поэтому я начал им пользоваться. Но также я продолжаю пользоваться далее сканером, и когда мне нужно им зарабатывать. Поэтому что выберете вы? Ручную торговлю, либо отдать это роботам, либо вы примените симбиоз, когда часть средств будет прокручиваться роботами, а часть, когда вам нужно, и когда у вас есть свободное время, и самое главное, вы хотите получить от этого удовольствие, вы будете торговать сами. Я принял для себя решение, что я готов прийти в Tiki Broker, я готов выбрать симбиоз, и самое главное, это то, что мне не стыдно этой информацией поделиться со своими родными, знакомыми, близкими, и всеми людьми, которые следят за мной в социальных сетях и так далее. Это самый главный фактор. Но теперь давайте же поговорим, наверное, о надежности, а не потому что выбрал. Потому что выбрал уже понятно, это безальтернативное предложение на данный момент на рынке. Роботы торгуют, мы отдыхаем. Отлично. Какие же гарантии многие спрашивают о том, что действительно ли это все так хорошо? Я вам как практик скажу о том, что если вы даже вручную будете торговать, вы сами убедитесь в том, что это да, действительно безрисково, да, на вилках невозможно на дистанции проиграть свои деньги. Вы никогда не услышите такие слова, как просадка, как вы ушли, рынок сдвинулся и так далее, и так далее. Это, кстати, очень важный момент, почему я не вкладываю деньги в трейдеров Forex, или не вкладываю деньги сейчас, в данный момент в криптовалюту. Потому что самый главный момент, который был в моей голове, он очень прост. Возьмем любую компанию, абсолютно любую компанию, которая занимается той или иной деятельностью, и она продвигает свой продукт благодаря сетевому маркетингу. Уберите из этой компании маркетинг. Что останется? Возьмем любую компанию, которая продвигает свой продукт или идею, или услугу на рынке с помощью сетевого маркетинга. Убираем маркетинг оттуда, что остается. Если остается продукт, компания может продавать этот продукт дальше клиентам, и ей абсолютно не важно, есть у нее сеть партнеров, да, франшизей по-другому, которые продвигают этот продукт, или нет. Она все равно будет жить дальше, она все равно будет находить своих клиентов, она все равно будет, как говорится, зарабатывать. Но чаще всего сейчас на рынке встречаются такие компании, которые уберите оттуда клиентов, компании не будет, уберите оттуда маркетинг, не будет просто существовать сама компания. Компания не сможет продвигать этот продукт на рынок сама. Поэтому для меня было важно это понимать. Также очень важный момент лично для меня, это чтобы мой доход был стабилен, легален, долгосрочен. И то, чем я занимаюсь, это было не стыдно рассказать или предложить другим людям. Да, и, наверное, самое важное это то, что я понимаю процесс, как зарабатываются деньги. То есть я могу делать это сам, либо могу это предоставить, делать это роботом. Все-таки за окном 21 век, и нужно понимать то, что в наше время все-таки уже пора привыкнуть к тому, что нас окружает автоматизация всех этих процессов. Такси, доставка еды домой, да, и так далее, и так далее, мобильные приложения, онлайн-трансляции. Все это нас окружает с вами. Просто люди начали воспринимать это уже нормально. И вот когда вопрос заходит о деньгах, да, люди почему-то говорят о том, что действительно ли это реально зарабатывать деньги вот таким методом благодаря роботам. Действительно реально. Поэтому, дорогие друзья, я вам советую присмотреться, изучить эту сферу чуть глубже. Поймите, подходит вам это или нет. Но от себя в заключении я скажу о том, что я безумно благодарен компании. Я безумно благодарен тому, что сейчас в наше время, к концу 2017 года, у нас появилась такая возможность. И искренне желаю всем, как минимум в 2018 году, испытать это на себе. Потому что, когда вы спите, пока вы занимаетесь любимыми делами, пока вы проводите больше времени с семьей, путешествуете или саморазвиваетесь, и да, в принципе, не важно, чем вы занимаетесь, в это свободное время, вы точно знаете то, что в вашем личном кабинете у вас капают денежки. Ведь, наверное, большинство людей именно об этом и мечтает, да, то есть засыпает с такой установкой в голове, а вот было бы круто там завтра проснуться и увидеть в своем личном кошельке новые денежки. Но мы живем в реалиях нашего времени, и, к сожалению, многие это чувство не испытывали на себе. Они не чувствовали вот этого кайфа, когда ты ложишься спать с одним балансом, а просыпаешься уже с другим. И я искренне всем желаю прочувствовать вот это состояние получения денег, когда у вас свободные руки. Это действительно круто. С вами был Вадим Дмитриенко. До скорых встреч. Пока-пока.